здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала это следующая лекция из цикла лекции посвященной машинам и аппаратам линии производства плесневых грибов на барде спирт заводов эта лекция посвящена устройству принципам работы и расчету аппаратов для выращивания культур плесневых грибов ферментатором ферментаторы применяемые для выращивания культур плесневых грибов различные по конструкции однако в основном они представляют собой вертикальный цилиндр внутри которого имеется вращающийся вал с механической мешалкой барбатер или аэратор для подвода воздуха кроме того аппарат имеет патрубки для ввода и вывода жидких сред устройство для пеногашения для отвода тепла которая выделяется растущими микроорганизмами в процессе биосинтеза аппараты снабжают рубашкой или змеевиком ферментаторах применяются лопастные турбины и пропеллерные мешалки известны также ферментаторы с пневматическим перемешиванием совмещенным с аэрированием к конструкциям ферментаторов предъявляются высокие требования в отношении обеспечения герметичности сварка швов должна быть прочно плотная выделение влаги на сварных швах при гидравлическом испытании не допускается так как это может привести к попаданию инфекции в культуральную среду необходимо также обеспечить плотность прохода рабочего вала ферментатора прокладок люков и фланцевых соединений ферментатор цилиндрический с эллиптическими днищами и двухступенчатой турбинной мешалкой объемом 40 кубометров в корпусе 1 вращается с частотой 180 оборотов в минуту вал 4 с двухступенчатой турбинной мешалкой вал приводится во вращение от электродвигателя 12 мешалка представляет собой наклонный диск посаженный на вращающийся вал которому болтами прикреплено 6 лопастей лопасти благодаря своему профилю рассекают жидкость с небольшим лобовым сопротивлением и отбрасывают ее по сложной винтовой траектории для большей турболизации жидкости и предотвращения кругового вращения жидкости с образованием воронки по периферии внутренней стенки корпуса расположены 4 отбойные пластины размерами 300 на 2300 миллиметров турболизация жидкости обеспечивает тонкое диспергирование воздуха что способствует более полному растворению в культуральной жидкости кислорода необходимого для дыхания микроорганизмов воздуха в питательную среду поступает через барбатер 5 барбатер представляет собой кольцевой трубопровод диаметром 680 миллиметров которому на резьбе присоединено 12 прямых труб лучей длиной 630 миллиметров и диаметром 32 на 3 миллиметра направленных по радиусам в каждом луче имеется 100 отверстий диаметром полтора миллиметра расположенных на нижней образующей по радиусам составляющим угол 30 градусов к вертикали с наружной стороны корпус ферментатора снабжен водяной рубашкой контроль и регулирование температуры среды осуществляется датчиком температуры вставленным в гильзу 14 техническая характеристика рассмотренного ферментатора представлена в таблице на слайде ферментатор объемом 50 кубометров с трехступенчатой лопастной мешалкой которая вращается со скоростью 180 оборотов в минуту материал ферментатора нержавеющая сталь барбатер аналогичен барбатеру из конструкции предыдущего ферментатора особенностью конструкции ферментатора является применение четырех змеевиков расположенных у внутренних стенок аппарата змеевики выполняют двойную функцию турбулизирующих перегородок и одновременно теплообменников которые отводят тепло выделяемое растущей культурой техническая характеристика ферментатора представлена в таблице на слайде ферментатор с вращающимся лучевым аэратором особенностью ферментатора является конструкция аэрирующего устройства 4 на валу посажен корпус 1 аэратора которому крепится на болтах два ряда аэрирующих лучей 4 по 4 в ряду луч представляет собой пустотелую суживающуюся лопасть длиной 400 миллиметров лобовая часть луча по ходу движения закруглена а противоположная имеет щелевой вырез через который воздух поступает в перемешиваемую жидкость воздух в аэратор подают под давлением на крышке ферментатора монтируется пеногасящее устройство на рисунке не показано состоящий из конических тарелок и имеющие самостоятельный привод подробно пеногасящее устройство рассмотрены в отдельном видео посмотреть это видео вы можете перейдя по ссылке в описании или в подсказках техническая характеристика ферментатора с вращающимися лучевым аэратором представлена в таблице на слайде серийно выпускаемые ферментаторы объемом 5 15 20 30 50 и 63 кубометра на слайде представлена конструкция ферментатора объемом 63 кубометра в аппарате принято повышенное отношение внутреннего диаметра 3,2 метра к высоте 8,32 метра это отношение составляет 2,6 это обеспечивает более полное использование воздуха подаваемого на аэрацию развивающейся культуры микроорганизмов кроме того ферментаторе установлено вместо сальникового торцевое уплотнение 13 которое герметизирует проход вала мешалки перемешивающее устройство вращающиеся со скоростью 177 оборотов в минуту состоит из трех сдвоенных шести лопастных турбинок 6 и одной трех лопастной пропеллерной мешалки 10 сочетание трех турбинок создающих поперечно направленные турбулентные потоки и пропеллерной мешалки создающей аксиально направленный поток обеспечивает интенсивное перемешивание среды в аппарате по периферии внутренней стенке расположены три отбойника 12 корпус ферментатора снабжен охлаждающей рубашкой выполнены в виде четырех самостоятельных секций расположенных по высоте аппарата каждая секция имеет самостоятельный ввод охлаждающей воды и отвод отобранный наружная стенка рубашки выполнены из стали марки ст3 толщиной листа 8 миллиметров воздух в аппарат поступает через разборный барботер 8 трубы барботера коллекторы расположены по периметру квадрата на угловых сочленениях труб имеются съемные глухие фланцы после снятия которых производят чистку всех коллекторов барботера на коллекторах для подвода воздуха в среду расположена 980 отверстий диаметром 3 миллиметра на слайде представлена изображение стойки приводного двигателя с сочленением концов вала мешалки и редуктора и торцевым уплотнением выхода вала из полости ферментатора торцевое уплотнение позволяет вести процесс культивирования микроорганизмов в аппарате в стерильных условиях концы валов сочленяются с помощью зубчатой муфты зубчатая обойма 4 муфты посажена на шпонках на конец вала редуктора а на конец вала мешалки посажена сочлененная с ней зубчатая втулка 5 между верхней и нижней стойками зажата промежуточная плита 3 в которой подвешен вал мешалки с помощью двух рядного роликового подшипника 33 упорного 34 кольца 8 и гайки 6 корпус 35 торцового уплотнения имеет двойную стенку на вал насажена втулка 40 которая фиксируется водилом 41 на втулку навернуто вращающиеся пита 36 который сверху и снизу прижимаются неподвижные уплотнительные кольца 37 образующие две пары трения которые и герметизируют место выхода вала удельное давление в парах трения создается пружинами 39 степень сжатия которых регулируются натяжными болтами корпус с внешней стороны сильфонов 38 заполняют маслом мс-20 или мк-22 которое создает термический затвор и смазывает пары трения для прогревания масла в полость между стенками корпуса подают пар в торцовом в торцовом уплотнении имеются штуцеры и запорная арматура для подвода пара отвода конденсата выхода воздуха и удаления масла просочившегося через пары трения торцевое уплотнение работает под давлением до 3 атмосфер и при температуре среды до 150 градусов цельсия материал корпуса турбинок пропеллерной мешалки это нержавеющая сталь например 10х18н9т материал остальной конструкции сталь 3 ферментатор предназначен для работы со слабо коррозионными средами стерилизует ферментатор острым паром с температурой 130 140 градусов цельсия техническая характеристика серийных ферментаторов а именно конкретно рассмотренного ферментатора объемом 63 кубометра представлена в таблице на слайде ферментатор с подачей воздуха в питательную среду через форсунки конструкция рассматриваемого ферментатора в котором воздух в питательную среду поступает через форсунки диаметром 6 миллиметров расположенные в днище ферментатора мешалка ферментатора двухступенчатая корпус и все детали внутри него выполнены из нержавеющей стали 10х18н9т или аналогичной проход вала мешалки через крышку выполнена с торцевым уплотнением ферментатора с форсуночным аэрированием состоит из следующих узлов и деталей крышки 1 бичи с прутьями 2 воздушные форсунки 3 гильзы термопары 4 приспособления для очистки смотровых окон 5 опоры 6 люка 7 лестницы 8 уголка 9 мешалки 10 штуцера для отбора проб 11 корпуса рубашки 12 и 13 днище 14 электродвигателя 15 редуктора 16 верхнего вала 17 нижнего вала 18 отбойников 19 и 20 гильзы 21 нижних стойка 22 24 муфт 23 28 торцового уплотнения 25 верхней стойки 26 подшипника 27 штуцеров 29 30 31 32 33 35 смотрового окна 34 техническая характеристика ферментатора с форсуночным аэрированием представлена в таблице на слайде ферментатор с трубчатым теплообменником внутри этого ферментатора для создания замкнутого циркуляционного контура жидкости встроен трубчатый теплообменник 4 образующий своими охлаждающими трубами полый цилиндр внутри цилиндра движется культуральная жидкость жидкость при включении электродвигателя 14 захватывается винтом 2 и забрасывается в полость внутреннего цилиндра движется вверх поворачивается в верхней части на 180 градусов опускается вниз вдоль внутренней стенки корпуса внизу поворачивается на 180 градусов и снова поднимается вверх по центральной части цилиндра таким образом получается замкнутый циркуляционный контур надо теплообменником расположен отбойник 5 обеспечивающий заданное направление потоком жидкой фазы и пены образующийся при циркуляции жидкости в циркулирующий поток через желоб 16 подается воздух для аэрирования среды благодаря высокой скорости потока воздух диспергируется на мелкие пузырьки и таким образом создаются благоприятные условия для массообмена растворения кислорода в жидкости и отвода продуктов жизнедеятельности микроорганизмов процесс аэрирования интенсифицируется также за счет значительной высоты ферментатора 8 метров которая превышает диаметр корпуса в три с половиной раза для отвода тепла помимо встроенного теплообменника корпус аппарата имеет водяную рубашку аппарат снабжен специальным устройством один для гашения пены оно состоит из восьми конических тарелок вращающихся с частотой полторы тысячи оборотов в минуту поступающая в него пена гасится в центробежном поле в тонком слое между вращающимися с большой скоростью тарелками и в виде жидкости выбрасывается на поверхность потока циркулирующей культуральной жидкости пеногасящее устройство приводится во вращение с помощью герметичного привода 10 от встроенного в него электродвигателя мощностью 40 киловатт ферментаторе предусмотрена система автоматического контроля и регулирования технологических параметров растворенного кислорода растворенного co2 ph и h степени усвояемости азота температуры среды скорости движения жидкости в циркуляционном потоке давление уровне жидкости уровне пены перепада давления в пеногасящем устройстве стенки аппарата рассчитаны на рабочее давление до 6 атмосфер теплообменная камера и охлаждающая рубашка 3 атмосфер элементы аппарата соприкасающиеся с культуральной средой выполняются из нержавеющей стали 10х18н10т на слайде представлена пеногасящее устройство с герметичным приводом для рассмотренного ферментатора на слайде представлена техническая характеристика ферментатора со встроенным трубчатым теплообменником спасибо за внимание вы посмотрели видео лекцию посвященную аппаратом для выращивания культур плесневых грибов ферментатором другое оборудование для выращивания плесневых грибов вы можете посмотреть перейдя по ссылкам в конечных заставках или в описании желаю вам всего хорошего и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...